плохо. Группа была уже очень супер обучена, и все типа танцевали, и я просто в углу стояла. И я типа рассказала про это в инсте, и мне девочек 10-20 наверное ответили, типа, блин, спасибо, что ты это рассказываешь, потому что, типа, мы там боимся там начать, или боимся, что такие ситуации только с нами происходят. Ты же боёшь. Ну, обычно, типа, да, обычно. Ну, как все. Привет. Поэтому, конечно, оно было прикольно, потому что, типа, приятные фидбэки тоже были. И было прикольно рассказывать какие-то смешные истории за жизнью. Как такой дневник вести. Просто я не знаю, почему. Или, может, это из-за чего-то другого было, а я что-то это связала с инстой. Ну, в любом случае, значит, оно так и надо. Но я же говорю, я сейчас даже не захожу, я не смотрю даже сторис. Я отписалась от очень многих человек, и оставила там 50 людей, и то это тех, с которыми я там либо 100 лет знакома, либо мои близкие люди. Вокулстрим познакомиться с девушками будет полезно. Типа, как познакомиться с девушкой, рассказать мне на стриме? Блин, было бы прикольно, реально. Ты откуда? Я из Киева. Ну, короче, да. Поэтому идейка топ. Да я вообще-то любые. Я же говорю, типа, мы можем сделать просто стрим психологически условно. Я делала уже такие. Мне просто вопросы задавали. Я там что-то назвала, по-моему, вопросы психологу или как-то так. И всё. Мы, типа, разбирали. Прикольно было. Тоже актив был хороший. Потом записывались ко мне там на разборы матрицы. Тоже со стрима. Нужен креативщик? Нет, пока нет. Пока никто не нужен. Хоть бы. Хоть бы так вывести. Короче, да. Блин, не знаю. Это кольца, на самом деле, может начать вести этот блог. Просто что? Как это много энергии забирает? Это просто пиздец. Это просто трэш. Поэтому я выставляю сейчас фотку раз в неделю какую-то рандомную. Ну всё. Блин, это дождь за окном. Ну магазином же ж занимаюсь. Читаю, учусь. На психолога. Иногда могу консультации провести какие-то психологические. Да, Киев. На магаз я трачу где-то 6 часов в день. То есть я просыпаюсь, делаю йогу, медитацию. Потом готовлю завтрак, могу почитать. И всё. После завтрака я сажусь за работу. И так до вечера. Приезжай на мясо и вино. Я не ем мясо, я не пью вино. Спасибо. Сколько заказ в неделю? Это коммерческая тайна. Ну, не окупается магазин. Скажем так. Не в большом количестве. Ну как? Он просто в ноль уходит. И всё. Русановка. Класс. Я... Нет. Да, моя личная идея. Ну, мне просто нравится типа эта тема. Там вообще всё по факту. Блин, я не знаю. Это на самом деле это классно. Для меня это, если честно, вообще ничего как будто не значит. Я не знаю, как описать. То есть я не считаю, что... Но на самом деле если вдуматься, это очень прикольно. То есть вот эта сама идея, сама какая-то вот эта вся движуха. Не знаю, это так прикольно. Но я почему-то не задумываюсь об этом. А стоило бы. Да. Вообще я хочу тикток развивать. Но я не могу никак решиться на это. Если с Масиком. Конечно. Куда он денется? Куда я денусь? Блин, на самом деле реально хочется начать вести тикток. Да нет. Блин, когда я начну уже вести тикток? Как вы с парнем познакомились? В инстаграме написал мне. Я ответила. Пообщались чуть-чуть. Потом встретились через две недели. Потому что да... А нет, ну до этого не работало никогда. Просто вот мне настолько... он написал мне. Я зашла на его страничку и меня просто покорило его лицо. и просто пока... Ну как-то вот я не знаю, как писать. Я зашла и я просто влюбилась сразу. У меня такое первый раз в жизни. И все. Потом он написал типа там встретиться, давай в кино сходим. Я говорю, нет, я в кино не пойду с тобой. Он говорит, ну куда ты хочешь? Я говорю, ну что-то интересное. Блин, так вообще классно на самом деле было. Такая романтика. Я как вспоминаю, мне очень приятно на душе. Ну действительно, да, просто венстун. А еще и какую-то херню написал. Вообще именно. Я просто зашла посмотреть типа кто это пишет вообще. Ну все. Нужен гайд именно. Да, такое бывает. Так это потому, что можно и в инсте знакомиться. Просто что люди притягиваются. Мне кажется, в любом случае и в инстаграме, и на улице, и везде. Если люди друг для друга созданы, они притянутся хоть в жопе мира. Но они притянутся, мне кажется. Поэтому тут я думаю, что нету. У меня кто-то где не знакомился. У меня девочки, подружки знакомились на работе сколько вместе уже? До года. Точно не скажу. надо считать. До года. Спасибо за подписку. Девочки у меня на работе знакомились. Кто-то знакомился в Макдональдсе. Ничего, что у меня знакомая познакомилась в Макдональдсе со своим типом, который зарабатывает 10 тысяч долларов. Реально, они просто в Маке познакомились. то есть я уверена, кто девочка по волосам моя. Зай, сидишь на эфире и не пишешь ничего. Постарай. По волосам моя девочка познакомилась в Макдональдсе со своим типом. Он зарабатывает десятку баксов. А, ты зашел на самое интересное. Просто она рассказывала, что она стояла в очереди забирать заказ. он тоже, и они что, переглянулись именно таки взглядами. И все, он подошел в зал в инсту в Макдональдсе. Так что чудеса случаются. Что лично от тебя важно парня, перспектива его, уважение ко мне, доброта и наверное ну вот забота вот такое вот что-то типа чтобы там заботился такой типа был добрым таким именно вот. Конечно, на первом месте. Та не, на втором. Лаве. Ну, понятно, что деньги важны. Но, ну, не на первом месте, конечно, за что. На первом месте это шо это за звуки. На первом месте это вот именно вот это отношение теплое ко мне, забота, вот эта вся фигня, типа вот именно забота, наверное, на первом месте. Спасибо большое за подписку. На втором месте уже деньги. а потом уже все остальное. Качество супер. Короче, да, кто где еще знакомился у меня. Патрушка еще познакомилась на Баду с Типом со своим. Потом кто еще где ознакомился в интересных местах. А, кстати, еще одна знакомая познакомилась в парке. Просто тоже тип очень много там 10 тысяч долларов зарабатывают. На Тиндере я лично ознакомилась да, когда-то давно. Три года назад зависала там. Ну, там тоже знакомились у меня, есть кейсы тоже удачные. Ну, просто это не так интересно, как в парке или в Макдональдсе. На Тиндере ну, такое. ты уже замужем мне еще не привет. Еще не замужем. короче, да, такие дела. Поэтому очень прикольное знакомство. Почему не замужем? Не знаю. Никто не позвал еще замуж. я не спешу. В целом. Короче, да. Не, на Тиндере типа был опыт плачевный на самом деле. Расскажу несколько кейсов. Вот, это интересная тема, я смотрю. Именно, да, тема отношений, знакомств, она такая прикольная. Давайте, какие кейсы рассказать? Свиданки с Тиндера? У меня есть очень смешные кейсы. Все эти дома есть варьки, кроме Тиндера. Инстабаду. Инстабаду, Тиндер, ТикТок. В ТикТоке тоже знакомятся люди. Так что, да. Знакомство в парках. Блин, на знакомство в парках у меня был кейс моей подружки, которая каталась на велике в Межигорье со своей подружкой. Они просто катались на великах по Межигорье типа. Это за Киевом, короче, резиденция Януковича, там где, поняли?